Сейчас я уже говорил вам, что пишется, вернее, одна книга уже часть написалась, это проект Днепр-Борей, сейчас уже вторая часть, вторая, по сути дела, книга «Допотопное христианство». И идут каждый день, буквально каждый день потоки информации, которые я принимаю. Иногда мне приходится раны рановцев, ну, они меня поднимают, я бегу, сажусь, записываю все это, чтобы вам рассказать. Вот буквально свежие такие тексты, которые очень сильно и очень мощно обобщают все то, что мы делали на протяжении многих лет. То есть, наконец-то появился, как бы, элемент недискретности, когда мы нам давали то, другое, третье, как колбаску нарезали нам и выдавали. Они появлялись потом в виде книг. А сейчас появляются тексты обобщения, то есть, синтезы. Это, в общем-то, очень важно, потому что даже для меня очень многое становится понятным, потому что я не всегда понимал то, что говорят. Я просто записывал, ну, старался быть очень предельно точным в этих записях, а потом приходило понимать. Собственно, вот, вы знаете, вот эта точность в записи – это очень важный момент, потому что очень часто люди что-то измысливают от себя. Так вот, я хочу сообщить, что раньше, когда писали чертами и резами, тот, кто нарушал черту, писал, да, выходил за, вверх или вниз, их называли как? Их называли черт. Вот откуда появилось это слово. Тот, кто нарушает Слово Божественное. Понимаете? Его нельзя нарушать, его надо передавать точно, иначе станешь чертом. Итак, вот такой текст. Знак креста является символом христианской веры. Но сам этот знак известен задолго до иудейских событий. Его активно использовали и древние арии, и славяне, и персы, и индусы. У древних ариев он имел два состояния – пассивное и активное. В пассивном состоянии это просто крест, а в активном – коловорот, как выражение солнечной динамики. Крест – это солнечный ротор, либо в статике – фаза Земли, либо в движении – фаза Солнца. Оба эти состояния выражения качеств самоорганизации человека по закону небесной гармонии. Само слово крест происходит от славянского крес. Крес – это огонь. Но не просто огонь, а огонь жизни. То есть не тот, который сжигает, а тот, который оживляет. Это очень тонкий огонь, которым должна просветиться плоть. Когда плоть просветлена, наступает пробуждение. Воспламенеть надо божественными замыслами, чтобы принять в себя огненный крест служения. Так воспламенять, чтобы никакие препятствия вас на этом пути остановить не могли. Никакие болезни и невзгоды. Хотя то, чего вы в конце концов должны достигнуть, даст вам и радость, и бессмертие, и здоровье. Крест должен быть не на пузе, а в душе. И он должен быть огненным, чтобы очистить душу и тело для божественного служения. Когда огонь жизни выжит вас все темное и несовершенное, останется только остов, основание объединения. Вот с этого момента и начинается третий этап возрождения – воскресенье. Когда это произойдет, все болезни уйдут. Благодаря Богу болезни уходят по мере приближения к Отцу. Так развивается человек и мир вокруг человека. И в этом процессе началом является незримый свет, а потом только зримый. Так же, как в метафизике, началом является душа, а потом только плоть. Плоть – это и есть почва помыслов, то, на что мы опираемся в поисках Отца на золотом пути восхождения. Чтобы управлять божественной реальностью в жизни, нужны синхро-резонантные люди, носители первичного генома, способные формировать тело Света. Отец – зодчий мироздания, а создает все Сын Первородный, обоженный в архетипу Христа – Бога-человек. Когда земля и небо находятся в противофазе, тогда возникает материя творения – стоячие волны света. Продольно-поперечные волны образуют плетение света, полотно света, а потом человек докрашивает это полотно своими чувствами восприятия. На какой глубине чувства мы сами себя услышим, оттуда и пойдет активация вашей глубинной сущности, Бога вашей жизни, Создателя. Григорий Петрович Гробовой описывает этот процесс с математической точностью. В соответствии с теорией волнового синтеза, реальность можно рассматривать как периодическое пересечение стационарных областей с динамическими. При этом в зонах пересечения возникает синтез динамической волны со стационарной. Динамическая волна – это то, что находится за пределами нашего восприятия. Солнце излучает энергию термоядерного синтеза лишь в пределах 10% от общего излучения. Остальные 90% имеют нетермоядерную природу. Гениальный астрофизик Козырев считал, что остальную энергию Солнце получает и излучает за счет конвертации времени. Иными словами, это не системный источник энергии. Это источник внешний по отношению к Солнечной системе. Известно, что энергия – носитель информации. По этому поводу Козырев писал, «Вещество уничтожимо, а энергия неуничтожима и постоянно. Информация тоже неуничтожима. Ее количество во Вселенной постоянно растет». Фотон – это импульс света в двух возможных состояний – частицы и волны. Низкочастотные энергии сознания формируют частицы, высокочастотные – волны. То есть низкое восприятие сознания цепляется за материю, а высокое устремляется в бесконечность. И все центры управления в голове человека. Если забудешь о высоком – увязнешь в земле. Если забудешь о земле – размажет по космосу. Ну и какую возможность выберешь? Если у вас в груди горит крест служения, то вы ни о земле, ни о Боге не забудете. Потому что у вас постоянно будет гореть пламень востребованности. Тогда вы и бесконечность станете воспринимать, выходя за пределы горизонтов и пространством гнуть в ограничения не будете. Древние, похоже, знали об этих возможностях. Например, гипетский символ Тао-Креста. Он о чем свидетельствует? Тао-Крест вверх не пускает, закольцовывает ваше устремление и все разделяет на светлое темное. Потому что и свет, и тьму надо познать. Вот человек опознает их как добро и зло. А для чего их надо познать? Чтобы выбрать жизнь. Два пути добра и зла совмещены в древе познания. Они как прошлое и будущее. Но есть еще одна развертка времени. Все совмещающее. Остров Рай. А он для чего? Дабы вы со всеми святыми постигли высоту, глубину и широту творения, призывает Писание. Не по отдельности познаем добро и зло, а в гармонии. И зло ограничено и добро ограничено. А жизнь ничем не ограничена. Все остальное лишь палеотив нравственных побуждений. Ведь главным элементом жизни является сам человек. Рай – это не будущее и не прошлое. Это вечное настоящее. Он вне времени. Он центр устремлений человека как дом его отца. Это не место саморасположения. Это место самоопределения. Например, в египетском зодиаке Солнце часто изображалось в виде мальчика с каким-нибудь зодиакальным животным на ладони. Это подсказывает, что Солнце является проводником планетарной программы развития высших космических установлений. Когда возникает физический план реальности? Когда свет искривляется в обособлении? А что такое реальность? Это высвеченное из души духом жизни желание. Вот где стыкуются все плюсы и минусы. Каждая ваша мысль – это волна энергии, которая созидает мир. Чтобы не согнуть мысль воскривления пространства, надо постоянно устремляться за пределы горизонтов. И нам в этом постоянно помогают сказками, откровениями и насказаниями, притчами. В притчах надо видеть не буквальный смысл, а аллегорию истин. То есть, когда говорится о поле засеянном, надо видеть не поле засеянное, а сознание человека, наполненное смыслами понимания. Вот, например, человек. Он тоже и дерево, и семя, и тайна. И какое он дерево? Древо жизни. Он в центре всего. Посадили семя человека в землю, в темноту. И если он потянулся к свету, то обрел движение к определенной цели. А если решил остаться в темноте, чтобы выполнять определенную роль, то обрел и определенную функцию. Возможности даются извне, а решение наше. Ведь мы наделены свободой выбора. А вектор устремлений уже давно создан. В Библии говорится, что пять деревьев росли в саду, листья которых были неувидаемы. Сад помыслов – это рай. А деревья, которые в нем росли – пять божественных идей развития. Первые четыре этапа – развитие, последовательность и структуризация духа, минералы, растения, животные, люди. А пятое древо – это Христос, архетип Бога-человек. Ну, вот здесь я немножко еще боковой комментарий дам. Христос – архетип, понимаете, он никогда на земле не был. Когда говорят, вот Христос подразумевая Иисуса. Это не совсем точно. Когда говорят, Иисус Христос – это точно. Потому что это человек, который достиг соответствия архетипу. И каждый человек может достигнуть этого соответствия. Потому что второе пришествие именно в этом и заключается, что Христос сознание должно прийти в каждого человека. Каждый… То есть, когда говорят, вот, Христос подразумевая Иисуса, вот понимаете, здесь неточность. Когда говорят, Иисус Христос – это точно. Потому что он достиг этого. А сам Христос – это просто архетип. Божественный архетип.